А пока шла неделя на моем канале в Дзене, вышло еще две новых озвучки, которых нет на ютубе. Все ссылки, как всегда, в описании и закрепленном комментарии. И я не хочу возвращаться в этот ад по крайней мере три месяца. Я согласен с Джессикой. Да не, я не договорил. Я хотел сказать в школу ночью. Ну и зачем нам туда ночью? Я слышал одну легенду про нашу школу. Ну и какую же? А это уже поинтереснее. Слушайте, так вот, говорят, что в нашей школе обитает дух. И если остаться там ночью, то на следующее утро тебя найдут. Мертвым. Да это же выдумка. Может и нет. Ну что? Ну, я не знаю. Это все выдумки. Я не собираюсь туда идти. Кто-то испугался. Я не испугался. Ха-ха. Саня прав. Ты испугался. Да не испугался я. И чтобы это доказать, я пойду туда. Вот уже другой разговор. А другие? Ну что? Я тоже пойду. И я пойду. Чудненько. Встретимся возле школы в 10 вечера. Хорошо? Хорошо. Около школы. Все, пришли. Пойдем. А почему нет охраны? Может потому, что эта легенда не выдумка и все это правда. Саня, не пугай девчонок. Я не испугалась. Я говорил про Катю Кирилла. Может пойдем уже? В школе. Предлагаю разделиться. Хорошая идея. Чтобы нас потом могли по отдельности убивать. Это будет интересно. Давай. Тогда я буду с Кириллом. Саня с Катей. А Джек один. Хорошо. Я с Катей на втором этаже. Джессика с Кириллом на первом. Джек на третьем. Всем понятно? Да. Расходимся. У Кати и Сани. Что случилось? Мне страшно, Саш. Не бойся. Я ведь с тобой. Я защищу тебя от всех монстров. У Джессики и Кирилла. Скучно. Давай пойдем в столовку. Давай. А что у тебя в рюкзаке? Там есть фонарик, веревка батарейки, пистолет. Что? Пистолет? Дай мне его. А почему только один патрон? Это все, что я нашел. Зачем он тебе? На всякий случай. Вдруг ты струсишь. Ага. А предложение со столовой еще в силе? Конечно. У Джека. Хорошо, что ребят здесь нет. Кто там? Наверное, ребята подшучивают. Надо проверить. Все-таки показалось. Ребята. Что случилось? Так это все правда? Нам надо отсюда выбираться. Побежали к выходу, пока полночь не наступила. Прощай, Джек. У выхода. Она заперта. Как? Побежали к другому выходу. Блин. Она тоже заперта. И что нам теперь делать? Главное, держаться вместе. Отличная идея. У тебя есть идея получше? Да, есть. Ребята... И какая же? Ребята... Что? Бежим! В каком-то кабинете. Кать, не плачь. Пусть поплачет. Хорошо. Кирилл, ты как? Все норм. Главное сейчас держаться вместе. Саш, давай отойдем. Надо поговорить. О чем ты хотела поговорить? Я с тобой согласна. Мы должны держаться вместе, но... Но что мы будем делать дальше? Я... 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 Я не знаю. Я сам боюсь. Ведь я виноват в гибели Джека. Я рассказал вам эту историю. Я привел вас сюда. Я привел вас на верную смерть. Я... 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 Я понимаю твои чувства. Откуда? Когда мне было 12 лет, я со своей младшей сестрой пошла купаться. На озере. Тогда было лето. Она плавала, а я загорала на пляже и слушала музыку в наушниках. В какой-то момент она начала тонуть и кричать о помощи, а я не услышала и не помогла ей. Прости, я не знал. Ничего. Катя... Джек? Джек, ты жив? А где Катя? О, нет. Катя! Джек? Катя? Это не Джек. Не бойтесь, придет и ваша очередь. Я-то знаю, кто будет следующим. Катя! Прости, я не смог защитить тебя. Но я скоро вернусь к тебе. Мы должны выбраться отсюда. Отличная идея, но все закрыто, придурок. Должен быть выход. Так покажи мне его. Окно. Окно? Мы можем выбраться через окно. Это может сработать. Вы должны выбраться. Почему вы? Ты тоже выберешься. Я не смогу жить без Кати. И в этом виноват я. Я должен был погибнуть за место Кати. Почему она? Потом будешь слезы лить. Сейчас нам нужно выбираться. Пойдем на первый этаж. Пойдем на первый этаж. На втором этаже. Катя. 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 Я знаю. У Джессики и Кирилла. Я пойду проверю окна. Через некоторое время. Окна все закрыты. Как? Не знаю. Это конец. Мы не выберемся отсюда. Это не конец. Мы выберемся отсюда. Ты смелый и уверенный. Не то, что я. А я считал тебя смелой. А я тебя трусом. Через несколько часов. Сколько сейчас? Связь до сих пор не ловит. И интернета нет. А время 5.30. Осталось полчаса. Если мы проживем эти полчаса, мы выживем. Здорово. Ты не рада? Что случилось? Что случилось? Что случилось? Ты спрашиваешь, что случилось? Я тебе скажу, что случилось. Я... Я боюсь потерять тебя. Ведь я люблю тебя, придурок. Я тоже люблю тебя, дурочка. Пойдем к выходу. Пойдем. У выхода. Отпусти его. Иначе... Иначе что? Вот что. Думаю, убьешь меня, призрака. Ты глубоко ошибалась. Ведь меня никто и никогда не убьет. О, нет. О, нет. Рассвет. Пока. Еще увидимся. Кирилл! Потерпи немножечко. Я сейчас вызову скорую. Ты только не умирай. Алло, скорая? Приезжайте скорее по этому адресу. Тот человек умирает. Не переживай. Если я умру, то я всегда буду рядом с тобой. Нет. Ты не умрешь. Обещай мне одно. Когда я умру, продолжай жить ради меня. И не думай о смерти. Возьми мой рюкзак. Ты откроешь его только дома. Хорошо? Хорошо. Так ты обещаешь? Обещаю. Кирилл! Нет! Прошел один год. Откровенно признаваться в своих чувствах – это сложно. Но молчать о том, что любишь – это просто невозможно. Я хочу тебе открыться, правды вовсе не скрывая. Мне твой образ часто снится. О тебе я лишь мечтаю. Жду я встречи, поцелуя. Жадно каждый взгляд ловлю. Я тебя ко всем ревную. Солнце, я тебя люблю. Я тоже до сих пор люблю тебя. Десять лет спустя. Я никому не позволю пройти в эту адскую школу. Джессика! Джессика! Кирилл? Тетя! Да, милая. А кто эти люди? Ты мне раньше никогда не рассказывала. Где ты их нашла? Альбом на чердаке, в коробке. А фото в альбоме. Никогда больше не бери их. Ну почему? Я не хочу об этом говорить. Что же ты скрываешь, тетя? Тетя выглядит здесь очень счастливо. Интересно, что с ними случилось? Почему они больше не общаются? Что это? Как это романтично! Интересно, кто это написал? Подождите-ка. Здесь такая же подпись, что и на альбоме. Значит, это подарок? Но кто именно подарил? Ах, так много вопросов! И ответить на них может только тетя. Но завтра. Уже поздно. Тетя! Да, милая. Я хочу у тебя кое-что спросить. Но обещай, что не будешь ругать. Обещаю. Хорошо. Это мои друзья. Мы каждый день проводили вместе. У меня осталось много счастливых воспоминаний. Но мне больно вспоминать о них. Особенно о Кирилле. А почему? Ходил один слух о школе. О той, что заброшенная. Где ты работаешь охранником? Да. Слух был о духе, который там обитал. Если наступит полночь, и ты находишься в этой школе, то ты умрешь. И мы решили проверить это. Если ты тоже пошла, то как ты выжила? Я дожила до рассвета. А они попались призраку. Кроме Кирилла. Он дожил до рассвета, но через несколько секунд умер прямо перед моими глазами. Ох! А кто тебе подарил альбом и написал стих? Это все Кирилл. Когда он умирал, я пообещала ему, что буду жить дальше. Я не смогла полюбить больше никого. Так, как Кирилла. А ты хотя бы знаешь, что это за призрак был? И как он был связан с этой школой? Пытались, но не получилось. А давай я раскрою эту тайну? Я верю в тебя. Но как? Даже самые лучшие детективы не смогли разгадать эту тайну. А у меня получится. И завтра я начну. Назову это дело тайна призрака. Удачи тебе. Утром. Аврора, вставай. Еще пять минуточек. Нет, я же опоздаю в школу. Сейчас каникулы, можно и подольше поспать. Мне же надо расследовать дело. Через двадцать минут. Хм. Хм. Скучно. У меня появилась отличная идея. У Марка. Марк, открывай! Мне нужна помощь! Не открывает. Если не хочешь по-хорошему, тогда будет по-плохому. А ну, падла, открывай! Иначе я расскажу кое-что, Дейзи. Че тебе нужно? Ты поможешь мне раскрыть одну тайну? Ты же и сама можешь, без чьей-либо помощи. Мне очень скучно. Ну, пожалуйста. И ты знаешь, что я не отстану. Ай, ладно. Так какое там дело? Дело о призраке, обитающем в заброшенной школе. В той самой школе? Где находят умерших людей? Да. Ты с ума сошла? Даже самые опытные детективы не смогли раскрыть это дело. А я смогу. Они думали, что это сделал человек. Но это был призрак. Смешная шутка. Призраков не существует. А помнишь случай с четырьмя убитыми подростками и одним выжившим? Где-то слышал. Это были друзья моей тети. И она была там с ними. Тогда как она выжила? Сказала, что дожила до рассвета. Ну, и что нам нужно делать дальше? Нам нужно выяснить первую смерть в этом здании. Давай пойдем к тебе. Пошли. О, Авроры. Проходи. А где твоя тетя? У нее выходной вроде сегодня. Разве нет? Не знаю. Так, куда я положила свой ноутбук? Я пойду в свою комнату, а ты побудь здесь. По... Меня даже не дослушали. Через два часа. Нигде не написано про эту школу. Даже про первую смерть в ней. Ну и как мы тогда узнаем, кто этот призрак? Может, нам спросить того, кто писал о ней в газете? Хорошая идея. Правда, есть одно но. Да? И какое? Если об этой школе нет ни единого словечка, то как мы узнаем, кто это? Оу, мы-то не можем. Именно. Можно идти домой? А мой отец может... А он согласится? Должен. Привет, пирожочек. Привет, папочка. Пап, мне нужна твоя помощь. Ты ведь поможешь? Сначала скажи, какая именно помощь? Я хочу узнать все о заброшенной школе, где работает тетя. Нет, это опасно. Даже не пытайся расследовать дело. Но почему? У меня получится. Те, кто расследовал это дело, умирали загадочной смертью. И я волнуюсь за тебя. Наверное, тебе про эту школу тетя рассказала. Я же просил ее молчать и ничего не говорить про нее. Я сама нашла тот альбом и попросила рассказать. Не волнуйся, папа. Со мной ничего не случится. Я расследую это дело с Марком. Он защитит меня при любых обстоятельствах. Так что не волнуйся, пап. Ты уверена, что сможешь раскрыть это дело? Конечно, уверена. Я верю в тебя. Позвоню, когда что-нибудь найду. Пока, пирожочек. Пока, пап. Правильно ли я сделал? Правильно ли я сделал? Ну и что там? Надо лишь ждать. Ненавижу ждать. Можешь идти домой, а то уже поздно. А, точно. Пока. Пока. У нас в гостях был Марк. Ого. А ты где была? Навещала старых друзей. Через четыре дня. Привет, пап. Привет, пирожочек. Я тут кое-что узнал о той школе. Да? И что именно? Я узнал имена и фамилии всех умерших только со второй смерти. О первой ничего не говорится. И узнал, кто писал о ней в газете. Хотя бы что-то, чем ничего. Ну и кто это был? Это был Адам Уильямс. А где он сейчас живет? Этого я не знаю. На этом все. Можешь прислать имя и фамилию второго убитого мне в сообщение? Да, конечно. Пока, пирожочек. Пока, пап. Дело продвигается. Хоть и медленно, но продвигается. Сейчас надо позвонить Марку. Что на этот раз тебе нужно от меня? Привет, Марк. Мой отец узнал имя и фамилию второго умершего. И узнал, кто писал о ней в газете. Приходи ко мне домой скорее. Окей, скоро буду. О, Авроры. Ну, расскажи мне все. Второго убитого зовут Костя Баранов. Может быть, он знал первого? Надо найти адрес проживания его родителей. А что на счет газеты? Его зовут Дадам Уильямс. Адрес проживания пока неизвестен. Попробуй поискать в сети. Хорошо, я попробую. А я посмотрю телевизор. Аврора! Сегодня было найдено тело Адама Уильямса в его доме. Он покончил жизнь. Ночью. Это все, что мы можем вам рассказать. Большего мы не знаем. Перейдем к следующим новостям. О, нет! И как мы раскроем это дело без него? В новостях показали адрес его дома. Может, сходим туда? Я уверен, там должны быть записи об этой школе. Ты прав. Давай встретимся в парке в полночь. Хорошо. В парке. Наконец-то! Я тебя уже полчаса жду. Твоя тетя тебя видела или знает, куда ты пошла? Нет. А твои знают? Конечно, нет. Им все равно на меня. Так как мы туда доберемся? Я вызвала такси. Оно должно скоро подъехать. А вот и оно. Ты платишь. Подожди! Почему я? Дома у Адама Уильямса. Ого! Ну и беспорядок. Ищи давай записи о школе. Хорошо. Через некоторое время. Нашел! Что нашел? В этой тетрадке записи про ту школу. То, что нужно! Молодец, Марк! Я прочту ее дома. Не хочу здесь больше находиться. Наконец-то домой. Я так спать хочу. На следующий день. Ну и что там написано? Здесь говорится о двух детях, погибших там. Убийцу не нашли? У второго имя такое же, что и сказал отец. Но имя другого ребенка стерто. И что дальше делать будем? А там написано их родители или адреса их домов. Да, но только второго. Мы пойдем и навестим их. Оу, точно! А когда? Тоже ночью? Не, ночью слишком рискованно. Лучше сейчас. Тетя как раз на работе. До ночи мы успеем. Хорошо. Тогда я сейчас такси вызову. В этот раз платить будешь ты. Хорошо. У того дома. Это точно тот адрес? Вроде тот. Здравствуйте. А вы кто? Здравствуйте. Вы Оксана Баранова? Да. Вам что-то от меня нужно? Мы хотели бы поговорить о вашем сыне, Косте Баранове. Но откуда вы узнали его имя? Дело же было засекречено. Мы хотим узнать все детали о смерти и кто был с ним. Вы будете последними, кто это услышит. Так что хорошо. Но не стойте на улице. Проходите в дом. Внутри. Что именно вы хотите узнать? Тот вечер он был не один. С ним был друг. Так ведь? Да, с ним были его друзья. Можете сказать нам их имена? Вы хотите знать имя того демона? Ну, не только его имя. А почему демона? Потому что именно оно убило моего сына. Я его предупреждала, а он не слушал меня. А можете рассказать все с самого начала? Хорошо. Того демона звали Макс. Он был сиротой и жил в детдоме. Раньше та заброшенная школа была детдомом. Когда Костя начал дружить с ним, он вел себя странно. И вот однажды он пригласил его в заброшенную в то время часть детского дома. Давай сходим в одно очень интересное место. Давайте. Я не против. Хорошо. Только если родители отпустят. Они тебя не отпустят. Давай лучше ты сбежишь ночью из дома. Я тогда тоже сбегу ночью. Хорошо. Я тогда тоже пойду. Отлично. Буду ждать вас у заброшенной части детдома в одиннадцать вечера. На месте. Ночью оно еще страшнее. А как мы туда попадем? Через ту дырку в заборе. Внутри. Как тут страшно. Не волнуйся. Скоро твой страх исчезнет. Ты это о чем? Вот о чем. Костя? Нет. Монстр. Что? Что я наделал? Я не заслуживаю жизни. Какой ужас. Я отойду ненадолго. Мне очень ее жаль. Конечно. Пережить такое, а потом рассказывать еще. Спасибо вам за информацию. Аврора, встань за мной. Вы стали одними из его игрушек. Пожалуйста, не надо. Остановитесь. Нет. Через тридцать минут. Эй, ты в порядке? Да, я просто очень шокирована. Да, увидеть такое не каждый выдержит. Марк, я хочу домой. Сейчас я попрошу нас отвезти. Ага. Продолжение, конечно, следует. Надо только записать его и смонтировать. И, конечно, нужен ваш царский лайк, чтобы монтировалось веселее. Давайте наберем 100 лайков на этой озвучке, если продолжение вам интересно. Спасибо за лайк и за то, что досмотрели до конца. Это Fable. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok